Здравствуйте, мистер Фрис. Я здесь, справа, выше. Да, это я. Я начинающий режиссер и сценарист. И мне интересно, насколько личным становится процесс съемок. И я знаю, что есть интересные истории, но они становятся личными. И как бывает, если вы не можете их прочувствовать? Когда я начинала писать о тех вещах, которые меня не касаются, но если это для меня что-то личное, я могу это чувствовать. То есть, может быть, вы можете дать какой-то совет. Мне кажется, что у меня мнения разделились. То есть, те фильмы, которые я снимаю, мне они очень нравятся и интересны. Но, конечно же, вы смотрите на вещи со стороны. И вы должны объединять этот взгляд со стороны и личное отношение. То есть, это очень интересно. Ведь я собираюсь рассказать историю другим людям. И я рассчитываю, что я буду сочетать эти два элемента. У меня сейчас есть студент, который снимает короткометражку о очень травмирующих событиях для нее. Она приходит ко мне со сценарием. Я спрашиваю, а о чем он? Она описывает. И потом вы пытаетесь помочь ей посмотреть на это объективно, потому что это помогает снять историю. Это сложно для каждого. И как и для писателей, они пишут о том, что близко им, но как-то пытаются посмотреть на это со стороны, чтобы рассказать историю. Вы никогда точно не знаете, почему вас это интересует и почему вы это делаете. Поэтому просто продолжайте, старайтесь. Если вы говорите, что это сложно, да, именно так. Вы не можете сделать то, что вам люди указывают. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начинка украинская. Я пришла из Киев. Это не так, только 500 километров. Я рада быть здесь. Я хочу спасибо за просмотр, что вы посетите в Украину. Это honor для нас задать вопросы. Спасибо за просмотр, что вы делаете вашу опыт. И моя вопроса будет продолжать с актерами. Я работаю с директором по кастингу, которая очень мудрая женщина. И она, конечно же, помогает мне. Я делаю, человек делаю то, что она говорит мне. Я окружен очень талантливыми и щедрыми людьми. И я понял, что если я прислушиваюсь к их мнению, это очень полезно. Это отвечает на ваш вопрос? Я, мне кажется, я никогда не работала с украинскими актерами. Расскажите, пожалуйста, о своей работе с директором. Can you tell us about your work with Daniel Day-Lewis? How did you find him? What were your impressions? How did you find him? Because in your movie it is one of his first roles before his becoming an international star. Спасибо. Спасибо. Ты перекладаешь его ответы, а я перекладаю питание ему. И сейчас ты будешь переказать, потому что он будет переключаться. Я не снимаю многобюджетные фильмы, потому что я не могу позволить себе заплатить большие суммы денег известным актерам. У нас был список из четырех актеров для фильма «Моя прекрасная практичная». Тим Ротт, с которым я только что работал, Гэри Олдман и Кеннет Брана. И мне сказали, что нет, он самый красивый, Дэниел. Спасибо. 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 Это отвечает на ваш вопрос. Как я работаю с ними? Я помню о втором дне съемок. Мы снимали на железной дороге, мы там установили светильник, и он выглядел как Марлен Дитрих. И я посмотрела на него, подумала, чудесно. И вот так мы и работали. Он классный парень, но никто тогда не знал, что он станет кинозвездой. Но у нас не было такого времени. Он был просто Дэниелом. Всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу спросить, какие сложности в работе режиссера. Сложности, с которыми он сталкивается, когда он делает свой фильм. Если это, к примеру, малобюджетный фильм, как, например, сейчас в России. Если, к примеру, есть законы против гомосексуализма, как можно снять об этом фильм? Делает ли это режиссера каким-то более умеренным или мудрым, или это убивает внутри него художника? И как часто нужно идти на компромисс, когда вы создаете собственный фильм? Спасибо. Это очень-очень интересный вопрос там. Ничего не знаю о российских законах, я живу в Англии. Просто как пример. Ну, вы знаете, я не могу даже это обсуждать. Вообще, это слово «компромисс», оно какое-то очень некрасивое. Я бы подумал, наверное, что ограничение – это хорошо. Что, к примеру, люди, у которых нет каких-то своих рамок и ограничений, я не уверен, что мне нравятся фильмы, которые они делают. Поэтому мне больше нравится, когда люди находят более интересные решения. Я никогда не думал, что мало денег – это проблема. На самом деле мы снимали прекрасную прачечную буквально за смешные деньги. Мы были молоды и все такое. Поэтому ограничение… Допустим, Булкаков, он же справился, правильно? Он же писал то, что все равно же как-то пробились на поверхность. Поэтому нужно использовать изобретательность и свое воображение – это важно. Читаете ли вы критику на ваши фильмы, рецензии? Как вы на это реагируете, на критику? Если вы, конечно, ее читаете. И еще один вопрос. Смотрите ли вы фильмы, которые сняли раньше? И анализируете ли их? И понимаете, что вы могли бы сделать что-то лучше или по-другому? Или что-то еще как-то иначе? Спасибо. Я не смотрю свои старые фильмы. Потому что если они были хорошие, я бы подумал, что я потерял таланта. Если они были плохими, я переживал по этому поводу. Я не читаю критику. Потому что слишком опасно. А, заканчиваю ли я читать сценарии? Все меньше и меньше. Ну, если честно. Если нужно как-то захватить внимание за первые 10 минут, а если они не захватили мое внимание, все равно можно унюхать, что будет хороший фильм. Я помню, как я прочитал сценарий моей прекрасной прачечной. У меня есть вопрос. Когда вы понимали, что вы хотите стать режиссером и делать фильмы? Что такое случилось? Что случилось? Что случилось? Я уже ответил на этот вопрос. Я встретил режиссера, который мне понравился. Я начал зарабатывать на этом деньги. Все это было как открытие самого себя, кто я такой. Но это не было так серьезно, как вы себе представляете. И через 15 лет я понял, что действительно у меня получается. И когда вы молоды, вы не думаете о всех этих сложных причинах. То есть это не было какое-то просветление, что я подумал, что нужно идти в режиссуру. Я просто пришел в это. И, наверное, это многое объясняет. Почему я могу над этим всем посмеяться? Потому что мне кажется, что многое из этого глупо. Но я думаю, что мне повезло. И у меня сложилась хорошая жизнь. Это не был какой-то моментальный проблеск. Спасибо большое. Спасибо большое. Кто для вас является гуру для вас или идол, который вы хотите присутствовать? И когда вы начали делать новые фильмы, может быть, вы сказали себе, что я хотела сделать его, или даже лучше, чем он. И чтобы люди могли собрать и смотреть мои фильмы. И одмирать их просто так, как они одмирали этот идол. Я, конечно, мне нравится Неймар. Это вы имеете в виду? Я не мыслю таким образом. Вы встречаете талантливых людей. Я, конечно же, встретила Шевченко. Я бы лучше повстречалась с Шевченко, чем пошел бы в режиссуру. Вы, конечно же, встречаете людей, которые хорошо делают свое дело. И вы восхищаетесь ими. У нас остается немного времени. Еще какие-то вопросы можно задать. Конечно же, есть режиссеры, которыми я восхищаюсь. Например, сегодня они показывают Хичкока. Мне он очень нравится. Это был очень умный человек. Мне нравятся Лубич и Джон Форд. И, конечно же, Скорсезе. Где вы берете финансировать свои деньги? Где вы берете фондинку для твоих фильмов? Где вы берете фондинку для твоих фильмов? Я иду в банк, достаю пистолет и все, получаю деньги. Откуда еще деньги берутся? Для своих фильмов вы берете какие-то финансовые вещи? Филомена собрала большую кассу. Я живу в очень-таки капиталистическом мире. И вы знаете, нужно выживать. Если вы теряете людей, деньги, чьи-то чужие деньги, это расстраивает людей. Это им не нравится. Скажите, пожалуйста, как мы считаем... Какая ваша опьянка... Какая уровень украинских фильмов в сравнении с европейскими и американскими? Какая уровень украинских фильмов в сравнении с европейскими и американскими? Ну, я никогда не видел украинских фильмов, потому сложно ответить. Какая уровень украинских фильмов в сравнении с европейскими и американскими и американскими и американскими и американскими. И люди начинают злиться. Поэтому я, конечно, мне малоизвестна. Продолжение следует...